Более 200 тонн в месяц. Теперь такому количеству изношенных и старых покрышек дают, можно сказать, новую жизнь на предприятии по переработке шин. Инвестиционный проект, напомним, запустили в начале года. Тему продолжит наш корреспондент. Предприятие по переработке шин, а это почти 3 гектара производственных площадей, размещается на территории, которая ранее принадлежала открытому акционерному обществу «Кузельтмаш». Занимается переработкой изношенных шин «Экопродшина». Учредитель концерн «Брестмясомолпром». Здесь из старых крышек делают резиновую крошку, что используют для изготовления травмобезопасной плитки и матов для животноводческих комплексов. К слову, в этом году в Брестской области построят и реконструируют 20 таких ферм, поэтому большой объем работы запланирован на перспективу. Это безотходное производство. Старые покрышки идут также на текстильный и металлический корт. На данный момент мы подошли к увеличению сроков, увеличению объемов переработки резины и где-то выходим на больше 200 тонн в месяц. Будем перерабатывать данные продукции. То есть процентов порядка 70 получается, 65-60% в зависимости от резины получается крошки резиновой. Предприятие решает проблему утилизации, отработавшей свой ресурс резины в регионе. Только на Брещене за год накапливается порядка 5-6 тысяч тонн изношенных шин. И это без учета бывшей в употреблении резины, поступающей от станций технического обслуживания и физических лиц. Производственная мощность одной линии позволяет перерабатывать в год до 4 тысяч тонн шин. Для их сбора на Пинщине уже открыты 8 площадок. 6 в городе и 2 в Пинском районе. Ну, создано 27 рабочих мест. В ближайшее время еще, наверное, 5 или 6 будет рабочих мест создано. Соответственно, ну это плюс нашему региону. Налоги все опять же будут здесь оставаться в нашем регионе. Ну и новая продукция. Мы рассматриваем, изучаем рынок переработки пластиковых бутылок, то есть PET-бутылок и производство из нее какой-то продукции. Сейчас подошли к этапу сборки, к организации сборки бутылок, сбора от физлиц. Продукция пинского предприятия уже пользуется спросом на рынки Российской Федерации. Пока среди потребителей Москва и Санкт-Петербург. В планах производить в год около 120 тонн резиновой крошки. Уже очевидно, что проблем с сырьем нет и не будет. Договоры на утилизацию покрышек заключены с юридическими лицами не только из Пинска, но и других районов Брестской области.